Мы также как и вы до приезда на фабрику и не подозревали о том, что в области, да и в России существует оказывается острый дефицит поролона. Так вот здесь, в этом предприятии, на днях вошел в строй действующих новенький цех по производству этого материала. А теперь просим прощения за маленький технологический ликбез. Смесь из семи компонентов, где доминирует полиол, выливают в форму и направляют в вытяжной тоннель. Через полминуты начинает расти пена, а затем готовый пирог еще пять минут отстаивается, пока из него отсасывают углекислый газ. Ровно через сутки 65-килограммовый пирог можно резать и употреблять в производство. Кстати, режут его на двух агрегатах. Один из которых отечественный, серийный, а второй вообще изобретение цеховых механиков. Запуск вот этой установки, он позволил нам значительно снизить и себестоимость нашей продукции. Ну естественно, конечная цена производимой мебели с помощью вот этой установки и с использованием этого поролона у нас естественно намного меньше. Это была наша мечта, чтобы найти установку, закупить, чтобы снизить, сделать мебель дешевле. Значит, для того, чтобы добиться качества, мягкости и прочее, то есть нужно было искать технологии. Ну вот на сегодняшний день пытаемся это делать и могу с уверенностью сказать, что тот поролон, который мы приобретали, он намного хуже. Качество сегодняшнего поролона лучше, чище, значит, по плотности меньше, мягкость лучше, поэтому я считаю, что мы своего добились. Ну я знаю, что в Челебенской области не производится поролон такого качества, вообще не производится. Нет. А в России где? В России центральные части. Это Рошаль, центральная часть Подмосковья, здесь села Забвильба. Ну это все транспорт. Сегодня транспорт, железная дорога съедает, воздух возить очень тяжело. А вот компоненты, которые мы привозим, они компактные, в вагоне ходят, значит, около 20 тонн. И это, естественно, снижает значительно себестоимость этого поролона. Одного такого блока хватает для производства трех мебельных гарнитурок. В сутки цех может выпускать 3 тонны поролона, а фабричная необходимость в нем равняется одной. Посчитали, сколько можно на сторону продать поролона. Причем отличного качества материал, изготовленный на оборудовании фирмы Викинги Канон, Италия, собранном в Манчестере, Великобритания. Все компоненты для производства изделий приходят бесперебойно из итальянской фирмы Энекем. Фабрика уже освоила новую мягкую мебель, в основу которой вошел новый поролон. А сейчас здесь разрабатывается целая серия моделей, которые потрафят любому вкусу, а по цене подойдут и бедным, и богатым.